В Челябинском музее рассказали о самопроизвольном поднятии купола над Челябинским метеоритом. 14 декабря во время работы выставки якобы открылась витрина, в которой находится самый большой кусок космического тела. Об этом сообщили сотрудники музея. По их словам, сразу сработала сигнализация на посту охраны. Работники уже составили акт о загадочном происшествии. Директор Государственного музея Южного Урала Владимир Богдановский в интервью «Комсомольской правде» Попытался объяснить самопроизвольное поднятие купола. Загадка, резюмировал Богдановский. Люди смотрят, отходят, подходят. Он в это время поднимает. И никто даже не заметил, что там уже можно туда рукой забраться, потрогать. Он еще до конца не открылся, тут уже прибежал охранник, сработка. Шлиппульт, который никто не трогал. Он лежал совсем в другом месте, где и положено. Я привлек всех своих, кто хоть как-то имеет отношение к этому. Там ничего нет, чтобы извне кто-то мог повлиять как-то. То есть он не может ничего быть такого, чтобы оно включилось и заработало. Загадка, которую мы с разных сторон рассматриваем. Я-то с точки зрения сохранности, мало ли что. Полный бред, так прокомментировал информацию о якобы самопроизвольном поднятии купола геолог Александр Соленый. Это все грехня. Он не верит, не может выделять ад с такого количества, чтобы поднять такой купол. Но там должны быть такие химические соединения, которые в наших условиях, в принципе, рту и ПТЦ, и от давления и концентрации, значит, они должны выделять газ. Там таких химических соединений нет. Это 100% гарантия. Это полный бред. Метеорит взорвался в небе над Челябинском 15 февраля 2013 года. Тогда свидетелями огненной вспышки в небе и взрыва стали жители Челябинской области и соседних районов. Основная часть упала в озеро Чебаркуль, откуда его потом и поднимали, а потом уже разместили в музее. 15 февраля 2013 года Южный Урал посетил гость более почетный и редкий, чем любой государственный деятель или поп-звезда. В 10-м часу утра над проснувшимся городом взревело-полыхнуло, а потом грохнуло до так, что вздрогнули стены, в домах выбило стекла, а сигнализации припаркованных автомобилей оглушительно взвыли. Ракета, бомба, самолет, метеорит – люди мучились догадками, и каждому жителю Челябинской области казалось, что взрыв произошел буквально за стеной. Еще тяжелее неведение было то, что практически не работала связь. Ученые астрофизики были одними из первых, кто понял, что случилось. Но и они соглашаются, что славу второго дня рождения Челябинской области 15 февраля обрело не случайно. Сотрудник Центра космических полетов НАСА, доктор физико-математических наук Николай Горьковый, называет падение космического гостя событием века. Челябинский болид был, безусловно, самым опасным телом в задокументированной истории человечества. До этого случаи, которые были, где-то там машина разбила, где-то там пробила крышу, это были совершенно-таки несущественные случаи. Впервые человечество столкнулось с тем фактом, что даже не очень большой объект размером 18-20 метров может произвести такие серьезные разрушения, как вот произошло с Челябинсками. Безусловно, он оказался самым опасным. Его опасность связана не только с размером, а с тем, что он попал в густонаселенную местность. Это событие века. Сейчас, когда космический камень, упавший в озеро Чебаркуль, уже подняли, им можно полюбоваться в музее. Раз в год смотрители поднимают стеклянный купол, который укрывает экспонат весом в несколько сотен килограммов, и любой посетитель может потрогать метеорит. Бытует мнение, что летавший по космосу 2 миллиона лет камень исполняет загаданное в момент прикосновения желание. Метеорит даже становится участником свадебных церемоний. Челябинцы специально заказывают выездную регистрацию брака в музейном зале. Во время торжеств можно полакомиться конфетами «Метеорит» Челябинской кондитерской фабрики. Их вкус сладкоежки характеризуют как потрясающе шоколадный. Ну а когда брак заключен, за здоровье молодых не грех выпить коктейль «Метеорит». Его придумал один из местных барменов. В состав входят портвейн, ликеры, амаретто и куантро, немного биттера, апельсиновая цедра и веточка розмарина. Как полдесятого, вело полдесятого, ярко осветилась наша улица до ватера. Испугались Паркова, потревожили бомжей, глухие взрывы доносящиеся до ушей. Бах, 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 потом бах, и еще раз. Нескольким челябинцам «Метеорит» помог в определенном смысле проснуться знаменитыми. Впрочем, свою минуту славу получил весь город, да и не одну. Фотографы, которые в момент взрыва болида находились на съемке или направлялись на работу с камерой, успели сделать снимки, сразу ставшие историческими. Наиболее удачные кадры выкупили ведущие мировые информагентства. Не обошлось и без журналистских ляпов. Так один из федеральных российских телеканалов в выпуске новостей вместо полыньи в озере Чебаркуль показал пылающий кратер Дарваза в Туркмении. Подземный гастам полыхает с 1971 года, и никаких метеоритов в яму не падало. Еще один телесюжет породил популярный мем «газовый лед». Источником стал путанный ответ тогдашнего губернатора Челябинской области Михаила Юревича на вопрос журналиста. Возможно, что метеорит был газообразным, то есть жесткий газ, лед из газа, межпланетные тела. Возможно, что он был, структура его была не металлическая, а именно ледяной, из газа, да. Челябинцы со свойственным им суровым юмором отреагировали видеоверсией поисков космического камня. Все, нашли метеорит, несем его, короче, в МЧС сейчас отнесем на проверку. Мой метеорит я нашел! Он из чего состоит? Жесткий газ, там жесткий снег. Лед запекся. Жидкий лед был. Стал жесткий газ. Лед из газа, жесткий снег. Газовый лед, снег жесткий. Инопланетное тело. Мелкие кусочки метеорита, найденные на льду озера Чебаркуль, до сих пор отлично продаются на сувениры. За грамм на интернет-площадках сейчас просят 300-400 рублей, хотя раньше цена начиналась от тысячи. В официальных магазинах сувениров к камешку дадут паспорт, который подтверждает, что перед вами действительно метеорит. Правда, за грамм придется выложить почти 700 рублей. А если вы нашли камень и предполагаете, что он прилетел из космоса, исследование на специальной аппаратуре в научной лаборатории будет стоить аж 3000 рублей. Правда, на такой анализ совсем мелкие камушки не берут. Вылетали стекла, рушили с сыха заводов. В эту пятницу бары будут заполнены, чтобы к вечерним осадкам быть готовыми. Боргеров! Падение метеорита, которое выявило феноменальную везучесть южноуральцев, заставило ученых всей Земли задуматься о необходимости создания метеоритного щита планеты. По словам астрофизика, доцента кафедры теоретической физики, физического факультета Челябинского госуниверситета Сергея Замоздры, результаты работы уже не за горами. Правда, денег такая безопасность требует поистине космически. Настолько впечатлил наш челябинский суперболид власть имущих и ученых, что стали выделять больше средств. Даже были некоторые проекты заброшены, приостановлены и их восстановили. Стали строить более крупные телескопы. Как ни обидно, чем меньше объект летит, тем крупнее надо телескоп построить и дороже. А стоимость телескопов, она примерно как четвертая степень их диаметра увеличивается. Это миллиарды долларов. Только одна матрица, светочувствительная матрица, как в фотоаппарате, она стоит около миллиарда рублей. Я надеюсь, что в ближайшие пять лет будет эксперимент по запуске ракеты к астероиду. Ну, я думаю, в ближайшие пять лет мы получим такую ракету. Как бы то ни было, жизнь продолжается, и челябинцы теперь точно знают, что родиться под счастливой звездой не просто красивое выражение. И еще, ничего так не бодрит, как с утра метеорит. Проверьте сами. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок